За последние сутки в нашем регионе зарегистрировано 123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 108 из которых являются симптомными. Сегодня спасатели совместно с волонтерами начали профилактические рейды по пожарной безопасности в частных домах и садоводческих коллективах. Технический осмотр школьных автобусов провели сегодня полицейские в рамках республиканского ОПМ «Внимание, дети!». Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Похолодание заморски ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает Кастак со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет». Холодный антициклон из районов Атлантики, вызвавший понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться в восточном направлении и вызовет похолодание уже на востоке и юго-востоке страны, говорится в прогнозе погоды на период с 31 августа по 2 сентября. На западные же регионы 2 сентября начнет влиять циклон из районов Баренцевого моря, принося с собой дожди, грозы и усиление ветра, предупредили синоптики. А за последние сутки в нашем регионе зарегистрировано 123 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 108 из которых являются симптомными. Инфекционные койки медучреждения нашего региона загружены на 66%, где на сегодняшний день 1250 человек получают лечение от COVID-19. Октябинская область по-прежнему остается в красной зоне на фоне нынешней эпидситуации в нашей стране. За последние сутки было выявлено 123 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшнем брифинге спикеры рассказали и о текущей иммунизации населения. С 1 февраля и по сегодняшний день первым компонентом вакцины против COVID-19 привиты 281 890 октябинцев, вторым компонентом привиты 223 237 человек. В общей сложности в наш регион было завезено в 585 тысяч доз вакцин. Всего с начала пандемии у нас зарегистрировано по улице 27 493 случая. На сегодняшний день 20 565 пациентов выздоровело. На стационарном лечении находится 1250 пациентов в настоящее время. Из них в городе октябре 967, по районному области 283 пациента. В реанимации находится 109 пациентов. В городе октябре 84 и в районном области 25 пациентов. К искусственной вентиляции легких подключены 17 пациентов. К неинвазивной искусственной вентиляции легких 40 пациентов. Мониторинговые группы продолжают проверки объектов бизнеса на соблюдение постановления главного санврача области Нурсулу Беркинбаевой. За последнюю неделю было составлено 48 материалов дела по нарушению карантинного режима, по 27 из которым вынесены предписания и административные штрафы. Оставшиеся материалы находятся на стадии проверки. В городе Ахтюбе не уменьшается число нарушителей ограничительных мер, не прекращаются массовые мероприятия во время карантина. Мы призываем всех не рисковать своей жизнью и здоровьем себя и своих близких. Только вот за проведение торжественных мероприятий три раза привлечены ресторан «Алтен Шаттер», по два раза рестораны «Тумар», «Юрта», «Нур», а также объекты, следующие как «Хансарай», «Алтен», «Туран», «Куркем», «Саке», «Асл», «Той Думан» также привлечены к адм ответственности. За нарушение масочного режима гипермаркетудина принята административная мера взыскания. Сегодня спасатели совместно с волонтерами начали профилактические рейды по пожарной безопасности в частных домах и садоводческих коллективах. В ходе рейда сотрудники совершили обход жилых домов в районе Махамбетовки и рассказали местным жителям о важности соблюдения требований пожарной безопасности. А в некоторых домах были установлены противоугарные датчики. Проблема пожарной безопасности в городе остается актуальной только за первую половину 2020 года. В октябре было ликвидировано 142 пожара. Большинство из них, а это 76 возгораний, произошло в жилом секторе. Здесь же зафиксировано и наибольшее количество погибших – три человека. Как утверждают спасатели, основными причинами пожаров в частных домах является, прежде всего, нарушение правил эксплуатации бытовых приборов и неисправность печного отопления. Поэтому с сегодняшнего дня в городе стартовали рейдовые проверки частного сектора. Нами с местным исполнительным органом проработаем вопрос о проведении профилактических работ именно уязвимых слоев населения, которые составляют на сегодняшний день более полтора тысяч человек. В этой связи мы будем оказывать помощь именно при выявлении нарушений правил пожарной безопасности. Это отопительные приборы, то есть электрические приборы, это отопительные печи. То есть мы будем здесь помогать установлением угарных датчиков, чтобы человек в случае угарного газа мог предупредить через все происшествия. Особое внимание спасатели будет уделять семьям из уязвимых слоев населения, многодетным, малоимущим и инвалидам, а также тем, кто предпочитает отапливать дома при помощи печей. Ведь это не просто хлопотно, но и опасно для жизни. Ну а неудовлетворительное состояние дымохода может стать прежде всего причиной отравления угарным газом. Во избежание таких последствий в домах октябинцев с печным отоплением устанавливают специальные противоугарные датчики, которые будут оповещать владельцев при большом скоплении газа в доме. Мы хотели установить вам датчики угарного газа для обеспечения пожарной безопасности. У данных датчиков система работы очень простая. Здесь имеются три пальчика батареи. Смотрите, датчик установил, она уже в рабочем состоянии. Поблизи подойдите. Смотрите, имеется три цифербата. Подобные профилактические рейды будут проводиться сотрудниками УЧС еженедельно. Уже сегодня спасатели обошли около 70 домов. В скором времени в управление поступит еще тысяча противоугарных датчиков для безопасности октябинцев в отопительный сезон. Кристина Вейджа, Солан Жубаев, программа «Факт». Технический осмотр школьных автобусов провели сегодня полицейские в рамках республиканского ОПМ «Внимание, дети». Меры предпринимаются для обеспечения безопасности детей во время предстоящего учебного года. Полиции тоже готовятся к школе. По всей стране сейчас правоохранительные органы ведут усиленную работу, направленную на профилактику аварий с участием детей, преступности среди несовершеннолетних и обеспечение безопасного передвижения школьников во время всего учебного процесса. ОПМ проходит в два этапа. На первом состоялась проверка дорожных сетей на предмет наличия знаков пешеходных переходов, исправности светофоров в районе расположения учебных заведений. Сегодня техосмотру подверглись автобусы, которые будут доставлять детей в школы и обратно. К транспортному средству предъявлялись семь обязательных требований. Обязательное требование не менее двух дверей должно быть. Также должно использоваться знак перевозка детей, маячки проблесковые желтого цвета, два огнетушителя должно быть обязательно двухлитровых, один возле водителя, второй в салоне автомашины. Два аптечки должно быть первой помощи, один также возле водителя, другой в салоне. Должна, значит, два противооткатных устройства должно быть и знак автобуса, значит, номера в колонии, в движущейся колонии должно быть номер автобуса. Вот эти требования мы сегодня здесь посмотрим, проверим, и чтобы убедиться, чтобы в дальнейшем безопасно перевозить, значит, детей в школу и со школы. Всего по области имеется 43 школьных автобуса. 18 из них обновляются, и в течение ближайших месяцев весь парк будет усовершенствован и приведен в удовлетворительное техническое состояние. По всем выявленным нарушениям полицейские выдают предписания, где обозначены конкретные сроки устранения. То же касается и работы ЖКХ. Местные исполнительные органы направлены требования устранить неполадки в работе светофоров, уличного освещения, обеспечить покраску пешеходных переходов и установку дорожных знаков. По всем вопросам и предложениям в департаменте полиции рекомендуют гражданам обращаться по номеру телефона 102 или непосредственно к руководству ведомства. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Более трех с половиной сотен ДТП произошло на октябренских автодорогах с начала года, сообщили сотрудники департамента полиции региона. В этой связи в рамках оперативно-профилактических мероприятий полицейскими инспекторами проводятся акции по проверке знаний ПДД среди автовладельцев. 67 человек погибло в ДТП на территории Октябре с начала года. Высокий показатель смертности, равно как и возросшее количество самих дорожных аварий, стали причинами проведения акций по профилактике нарушений водительской и пешеходной дисциплины. В целях профилактики ДТП мы водителям приготовили такую памятку. Указали основные правила дорожного движения, правила проезда кругового движения. Департаментом полиции Активинской области в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Внимание, дети!» и «Безопасная дорога» проводится ряд акций. Сегодня мы находимся возле торгового дома «Коляфта». Хотим с водителями провести опрос на знания правил дорожного движения. В ходе разъяснительной акции также проводился и опрос водителей на знания дорожных знаков. И, как оказалось, даже распространенные знаки некоторые опрашиваемые назвать не смогли. По мнению сотрудников полиции, 99% ДТП в нашем регионе происходит из-за несоблюдения водителями ПДД, например, превышения скорости или непропуска пешехода на переходе. К оставшемуся проценту сотрудники полиции отнесли недостаточную подготовленность водителей. В основном совершаются происшествия молодыми водителями, стажем до одного года, которые, несмотря на требования правил дорожного движения, игнорируют их и становятся участниками дорожных транспроисшествий. Данная профилактическая акция продлится до 9 сентября. И в связи со стартом учебного года затронет в том числе и участки дорог, расположенные вблизи школ. Влад Рогушев, Алексей Уразов. Программа «Факт». Мурат Бектанов, достаточным министром обороны Казахстана, сообщает Кастак со ссылкой на пресс-службу Акарды. Ранее генерал-лейтенант Бектанов был первым заместителем министра обороны Республики Казахстан и занимал должность первого начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Напомним, сегодня президент Касымжмар Такаев принял отставку Нурлана Ермикбаева с поста министра обороны. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов. Число зафиксированных взрывов превысило 10, последний из которых произошел 29 августа. По последним данным погибли 15 человек. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Об этом в ночь инцидента сообщил президент Касымжмар Такаев. В качестве одной из версий причин инцидента рассматривается умышленный пожог. Вместе с тем выяснилось, что на указанном складе хранилась часть боеприпасов, вывезенных из Арыса после взрыва в 2019 году. Пострадавшим и родным погибших при взрывах близ 100 раза пообещали оказать помощь от лица государства. В Министерстве обороны назвали имена еще трех погибших при взрывах на военном складе в Жамбульской области, передает Тенгриньюз. Все они сотрудники ДЧС Жамбульской области. Водитель, сотрудник СПЧ-1, старший сержант Куадбек Гафан Жамартулы, 1995 года рождения. Пожарный спасатель ПЧ-4, сержант Адильбек Адлет Канадбекулы, 1987 года рождения. Пожарный спасатель ПЧ-4, рядовой Кенес Алиби Бексултанулы, 1999 года рождения, говорится в сообщении. Заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Серик Бурамбаев рассказал о финансовой помощи, которая будет оказана Министерством обороны семьям военнослужащих, погибших при взрывах в Жамбульской области, передает Тенгриньюз. По словам генерал-майора, в соответствии с действующим законодательством, семьям погибших военнослужащих будут выплачены расходы на погребение, единовременные выплаты в размере денежного довольствия за пять лет. Также предусмотрена выплата компенсации на обеспечение жилья, размер которой будет определяться персонально для каждой семьи, в зависимости от количества членов семьи военнослужащих. Пожар произошел на канале Сатпаева в Павлодарской области. Ущерб оценили в 270 миллионов тенге. В Экибастузе объявляют режим чрезвычайной ситуации, передает Костак. В результате пожара приостановленная деятельность на солнцной станции 2, 3, 4, 5. Материальный ущерб составил 270 миллионов тенге, уточнили в ДЧС. Ремонтные работы займут около 10 дней. Угрозы для населенных пунктов нет, заверили спасатели. В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 322 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Тенгриньюс со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 30 августа. Напомним, 29 августа в стране было зарегистрировано 5 222 случая, 28 августа 5 993 случая. Всего в стране подтверждено 789 471 случаи. В то же время в республике 6533 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 673 629 человека. Спутник передает основатель YouTube-канала Тиль Майдани Куат Ахметов, уехал из Казахстана. По информации телеграм-портала «Нарядовка», блогер-националист улетел в Грузию, опасаясь скорого ареста. Напомним, против Куата Ахметова заведено уголовное дело по статье 147 «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни УКРК». Согласно закону, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Генпрокурора предупредила о недопустимости дискриминации по языковому признаку. Напомним, основатель YouTube-канала Тиль Майдани Куат Ахметов опубликовал серию видео с так называемыми языковыми рейдами, которые вызвали резонанс. Сейчас на РИКО-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Уже завтра во всех актюбинских школах прозвучит традиционный первый звонок. В этом году начало учебного года для школьников пройдет несколько иначе, чем до пандемии. Накануне состоялось торжественное вручение новоселам ключей от квартир в жилом комплексе в Нур-Ак-Тубе. В рамках празднования Дня Конституции накануне в нашем городе состоялось поднятие флага на реконструированной аллее в 12 микрорайоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Откройте для себя мир мебели «Даяна». Ждем вас в торговом доме «Мечта» рядом с клиникой «Тару». Так вы еще нигде не отдыхали. Ресторан «Зимний сад» – настоящий райский сад, где исполняются желания. Отдых среди прозрачных ручьев, экзотических растений и водопадов с живой музыкой и отличной кухней. Мы приглашаем вас провести банкет, свадьбу, корпоратив, деловую встречу или праздничный вечер в единственном в Казахстане удивительном и уникальном зимнем саду. Ресторан «Зимний сад» – вход со стороны ретропарка. Ресторан «Зимний сад» – в кинотеатре. Телефон дара. Юк-жиз жирма, юк-жиз елю, юк-жиз жирма ека, эшшшш. Вы смотрите программу «Факт» на Рик-ТВ и мы продолжаем. Уже завтра во всех актебинских школах прозвучит традиционный первый звонок. В этом году начало учебного года для школьников пройдет несколько иначе, чем до пандемии. В торжественной линейке примут участие лишь первоклассники, а классные часы для остальных учеников 1 сентября будут проходить в разное время. Предпраздничная суета, генеральная уборка помещений и двора – репетиция. Это последние штрихи подготовки к школьной линейке. Картина очень напоминает атмосферу, которая царила в школах перед первым сентября, еще до наступления пандемии. Этот учебный год ученики начнут в традиционном формате, но присутствовать на линейке, увы, разрешается не всем. День знаний в стенах школы встретят лишь дети, идущие в первый класс. Школа 100% готова. Сейчас вот как раз генеральная репетиция проходит для первоклассников у нас. На дворе полностью отделочные работы, ремонт, и все закончено. Вот сейчас вот можете просмотреть, разметка сделана как раз, дистанция полтора метра между учащимися. Планируется завтра на линейку для первоклассников. Количество учащихся 250 у нас, 8 классов. И по постановлению главного санитарного врача по одному из родителей. Но мы сказали, что родители могут прийти двое, только во внутренний двор заходят по одному. Во дворе этой школы-гимназии уже нанесена разметка расстановки учеников. Дистанция между каждым ребенком в полтора метра. Прошла генеральная репетиция для будущих первоклассников, которые в предвкушении главного праздника детства. В школе-гимназии номер 17 в новом учебном году их 250. В этот раз на линейке разрешено присутствие лишь одного родителя от каждого ученика во избежание столпотворения. После завершения линейки проведут классные часы. В этот раз их время распределено тоже по порядку. Для учеников с 1 по 11 классы классные часы завтра будут идти с соблюдением санитарных требований и в разное время. По информации областного управления образования в новом учебном году в первый класс пойдут 18 516 детей Актюбинского региона. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». День знаний – праздник не только для тех, кто идет на учебу, но и для флористов. В эти дни, как правило, у них особенно хорошая выручка. Какие цветы предпочитают актюбинцы дарить учителям на праздник и во сколько обойдется букет первоклассника, узнавали наши журналисты. Старые добрые хризантемы, астмы, гладиолусы или все-таки классический букет роз? Сегодня этим вопросом задается, пожалуй, каждый родитель, отправляющий свое чадо в школу. Прийти на линейку с букетом для учителя – добрая и давняя традиция. К тому же на дефицит цветов в городе пожаловаться нельзя. Особенно в преддверии Дня знаний. Для флористов это день прибыли. К первому сентября продавцы готовятся заранее. Цветов привозят больше, букеты составляют заранее. Людмила Николаевна, например, уже не один десяток лет выращивает у себя на даче различные сорта цветущих растений. И глаз радует, и прибыль приносит. Да, на 1 сентября всегда большой спрос. Выращиваю на даче георгины, астры, разные циния, в общем, разные цветы. А какие в основном просят букеты? Ну, спрос вот к первому сентября маленькие астрочки берут. Ну и вот такие вот сборные букеты. И по цене сколько? Ну вот от тысячи до двух с половиной. Ну, получается, намного дешевле? Не дешевле, конечно. Обычно в цветочных салонах уже к первому сентября цены поднимаются. А мы держим вот в одной уже несколько лет. Как я в прошлом году, в позапрошлом продавала, так и сейчас. А вот в цветочных салонах цены на букеты уже действительно повыше. Минимальная стоимость самых скромных живых комплиментов – 2000 тенге. Ну, а дальше цена варьируется от количества самих цветов и прочих дополнений. Хотя торговцы признаются, слишком вычурные и большие букеты уже давно не актуальны среди родителей первоклашек. Они все больше предпочитают скромные, но стильные букетики. Завтра моя дочь идет в первый класс. Вот выбрали два букета. Один для первой учительницы, второй дочка попросила для себя. В основном предпочитаю брать свежие, домашние букетики. Во-первых, это значительно дешевле выходит. Во-вторых, очень яркие и оригинальные получаются. Мне нравится. Какие в основном цветы предпочитаете? Домашние. Почему? Они свежесрезанные, не стоят в холодильниках. А по цене как? По цене, конечно, дешевле, чем в салонах, в бутиках. А вы к какому торжеству? На 1 сентября. Ребеночек? Да, линейка, первый класс. Как вы считаете, это хорошая традиция вообще цветы дарить? Ну, конечно, хорошая. Это всегда приятно получать цветы, дарить, в принципе, тоже. Ну, а для самих школьников совсем не важен ни сорт, ни объем, ни цена букета. Куда важнее эмоции и благодарная улыбка учителя. Кристина Вейджи, Сулан Жубаев, программа «Факт». Новый учебный год для студентов актебинских вузов, как и для школьников, начнется в традиционном формате. Занятия для учащихся с 1 по 4 курсы будут проводиться в оффлайн-формате. А попасть на занятия студенты и преподаватели смогут лишь с помощью программы «Ашик». Обучение в Актюбинском региональном университете имени Худеберген-Жубаново начинается в традиционном формате. Начиная с 1 курса по 4 курс бакалавриата, 2 курса магистратуры и 3 курса докторантуры. Традиционный формат подразумевает по решению правления университета менять курсы. Например, мы решили лекционные курсы все вести в онлайн-формате, семинарские, лабораторные, практические занятия в оффлайн-формате. С соблюдением всех санитарных норм мы с входа, начиная, используем программу «Ашик». По требованию Министерства и санитарных врачей запускаем преподавателей только по статусу «зеленый», а студентов и по двум – «зеленый» и «синий». Как подчеркнули в ректорате университета Жубаново, в оффлайн-формате будут проводиться все занятия, кроме лекционных. Их преподаватели будут вести онлайн. В этот раз Актюбинский региональный университет имени Кудайбергена-Жубанова примет 4042 абитуриента на базе бакалавриата и 362 студента в магистратуру. Общественная организация «Волонтер-2020» в преддверии учебного года провела акцию «Дорога в школу». Второй год подряд данная организация помогает малообеспеченным семьям приобрести необходимые школьные принадлежности. Сегодня молодые ребята помогли десяти детям, в набор, которых они вручили, вошли рюкзак и констовары. Также волонтеры сегодня подарили детям, прошедшим летом, подготовку в школу сертификаты. Документ подтверждает, что в течение всего лета дети проходили дополнительное обучение. Накануне состоялось торжественное вручение новоселам ключей от квартир в жилом комплексе в Нур-Актюбе. Церемонию открывал Акимобластен Досыну Розалин. Ключи от новых квартир получили 14 семей, стоявших в очереди на жилье по программе многодетных семей. По словам руководства подрядной строительной организации, затрачено было на строительство данных жилых домов для многодетных семей порядка 800 миллионов тенге. Мы застраиваем микрорайон Гульдер. На сегодняшний момент мы построили, вводим в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом. Из них 57 квартир, которые вручают для многодетных матерей. Мы участвовали в тендере, который разыгрывал Акимат Горд Актюбе. И вот мы предоставили. Сделали полностью благоустройство двора, дом построили за 4 месяца, которые планировали. Все квартиры выполнены в чистой отделке полностью, готовы под ключ, только с мебель заряжать. Присутствовал на мероприятии по вручению ключей и Акимобласти он до сыну Розалин. Одной из счастливых получателей жилья в жилом комплексе района Нур-Актюбе стала мать четырех детей Альфия Нуржанова. Альфия домохозяйка. И как хранительница домашнего очага ей очень приятно, что теперь она вместе с мужем и четырьмя детьми обзавелась своим семейным двухкомнатным гнездышком. Я состою с 60-го года, как многодетная. У меня появились на свет двойни. Вот с того дня я становился многодетной мамой. Я очень рада. Спасибо всем. Господину Шахару Асхату. Сегодня день конституции. Еще вот. Жуматова Нур-Актюбе. Поздравляю всех жильцов с получением ключа от квартиры. Влад Рогушев, Алексей Уразов. Программа «Факт». В рамках празднования Дня Конституции накануне в нашем городе состоялось поднятие флага на реконструированные оленя в 12-м микрорайоне. Порядка 30 миллионов тенге было выделено на реконструкцию аллеи октябинскими меценатами. Предыдущая достопримечательность аллеи в лице 25-метровой металлической конструкции «Тюльпан», по словам руководства управления внутренней политики, будет перенесена на новое место рядом с областной онкологической больницей. На этом месте теперь красуется 30-метровый флагшток. Устанавливается флагшток с высотой 30 метров, посвященный 30-летию независимости нашей республики и посвященный Дню Конституции. Это подарок наших предпринимателей, наших меценатов 30-летию. И мы уверены, что данный подарок, данный флагшток даст возможность нашим октябинцам формировать чувство патриотизма и любви к государственным символам. По словам патриотичных меценатов, новая аллея после реконструкции теперь оснащена системой автоматизированного полива. Но главным событием здесь была установка одного из символов независимости страны. Влад Рокушев, Алексей Уразов, программа «Факт». Первичная профсоюзная организация Западно-Казахстанского медуниверситета обошла своих коллег и из других профорганизаций в рамках смотра конкурса «Лучшая первичная организация-2021». Данный конкурс организовало руководство местного филиала отраслевого профессионального союза работников системы здравоохранения СИНЫМ. Главная цель конкурса – это возможность постоянной поддержки медработников. Руководитель профсоюза работников сегодня рассказал, какая в целом работа проводится в этом направлении. Ежегодно из средств профсоюза оказываем помощь целенаправленно для социально уязвимых слоев наших работников. Кроме того, очень много акций проводится по поддержке детей, семей, которые имеют инвалидов, больных детей. Поэтому очень масштабная, большая работа. И в каждой первичной организации все эти семьи у нас на учете. Мы также оказываем содействие в защите их прав в других государственных органах. Вопросы жилья решаем. Только в прошлом году были выделены сертификаты более 10 миллионов тенге для внесения первоначального взноса в Жилстройбанк. По условиям конкурса его участникам, а всего было заявлено 9 первичных профсоюзных организаций, нужно было грамотно представить справку с подробной информацией о работе правкома, план работы на 2021 год, сценарий одного культурно-массового мероприятия. Большое внимание при этом руководство Синема обратило на наличие коллективного договора в организации. По итогам конкурса первое место заняла профьячейка местного медуниверситета, второе – коллектив Мартугской райбольницы, тройку победителей замкнул правком областного центра крови. Сегодня всем победителям были вручены денежные премии и грамоты. Но и в эти дни местный профсоюз работников здравоохранения продолжает оказывать врачам социально-экономическую и спонсорскую помощь для минимизации последствий пандемии. Приобретаются путевки для отдыха, некоторым оказывается и финансовая помощь. Правкомы активизировали и работы в преддверии учебного года. Нуждаясь между работникам, вернее их детям, закупаются школьные принадлежности и одежда. Сейчас по области в профсоюз Синем входит 24 тысячи медиков. Ежемесячно в правкомы из своей зарплаты каждый член отчисляет от 800 до 3000 тенге. Традиционно 1 сентября на нашем канале стартует новый телевизионный сезон и уже завтра всех наших преданных зрителей встретит утренние развлекательные программы. С 1 сентября на РИКО ТВ традиционно начинается новый сезон. Но в этом году очень много программ мы начали в августе, поэтому можно сказать, что вместе с учениками завтра начинают свою работу именно утреннее шоу. Новое утро, которое многие зрители хорошо знают, смотрят. Именно в этой программе мы даем анонсы событий, мы встречаемся с интересными людьми, мы рассказываем о том, что происходит в нашем городе. И, конечно, мы очень много говорим о тех предпринимателях, о тех фирмах, которые работают в ОКТОБЕ. Я надеюсь, что эта программа будет иметь такой же успех и такой же интерес у нашего зрителя и в течение следующего сезона 2021-2022 годов. Мы всем желаем здоровья и надеемся, что вы будете у экранов РИКО ТВ и в грядущем сезоне. Программа выходит ежедневно в 7.30 утра, два раза в неделю на казахском языке и трижды на русском. В эфире по-прежнему будет много полезной информации, музыки, розыгрышей, викторин и конкурсов. Главной особенностью нового сезона станет акцент на поддержку октябинских предпринимателей. На нашей телевизионной площадке каждый бизнесмен получит возможность рассказать о направлении своей деятельности и привлечь потенциальных клиентов. Утренний эфир будет интересен обширной аудитории. От детей до пожилых октябинцев ведущие, как всегда, постараются зарядить своих слушателей бодростью и хорошим настроением на весь предстоящий день. О спорте. Португальский нападающий Криштиан Роналду официально стал игроком английского Манчестера Юнайтед, сообщает Россия24. Форвард подписал с дьяволами контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 36-летний футболист перешел в клуб премьер-лиги из итальянского Ювентуса. Сумма сделки 15 миллионов евро. Также туринцы могут получить до 8 миллионов евро в качестве бонусов. Напомним, Криштиан выступал за МЮ с 2003 по 2009 год. В составе «Красных дьяволов» португалец принял участие в 292 играх во всех турнирах, забил 118 голов и отдал 69 результативных передач. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы, не переключайте.